В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! 29 июля с рабочим визитом в наш район посетил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Его приезд нес и ряд особенностей. В первую очередь делегация ознакомилась с проблемными вопросами района. График дня был насыщенным. После теплой встречи на поле Сабантуя делегация направилась в тепличный комбинат Янаульский. Здесь на закрытом грунте выращивают около 900 тонн овощей. Сейчас готовится инвестиционный проект строительства теплиц площадью 1,5 гектара. Это позволит довести производство овощей до 1600 тонн в год. Реализация инвестпроекта позволит не только сохранить рабочие места, но и принять новых специалистов. Представители делегации обсудили состояние комбината в настоящий момент, используемые технологии выращивания овощей. Пообщались лично с работниками предприятия, поинтересовались условиями работы и оплаты труда. Следующей остановкой стало предприятие «Нефтемашуфа». Оно специализируется на производстве блочно-модульных конструкций. Члены делегации ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции, обсудили деятельность предприятия в настоящее время. В связи с уменьшением объема добычи нефти и падением цен на нее в 2020 году, резко сократилось их количество заказов. В результате было принято решение загрузить производственные мощности предприятия и изготовление мусорных контейнеров для коммунальных предприятий. Затем Андрей Назаров направился в центральную котельную номер 2. Она была введена в эксплуатацию в 1990 году. Спустя 22 года была реконструирована. На первом этапе проекта были заменены котлы и насосное оборудование. Второй этап предусматривает техническое переоборудование аварийного топливного хозяйства котельной. Раньше оно подогревалось паром. Сейчас, после замены паровых котлов на водогрейные, оно было выведено из технологической схемы. Основная проблема на данном объекте – это обеспечение надежности теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период в случае прекращения подачи газа. С учетом приближающегося отопительного сезона Андрей Назаров дал поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики тщательно проработать данный вопрос в течение трех недель. В завершение ознакомительной поездки по району делегация направилась в администрацию района. Здесь Андрей Назаров провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Янаульском районе. Он привел квартальные результаты опроса сайта «Голос Республики Башкортостан». Так, по итогам первого полугодия 2020 года, деятельностью органов местного самоуправления в Янаульском районе удовлетворены 95% респондентов. По данным республиканского рейтинга муниципальных районов и городских округов, по таким приоритетным направлениям, как качественная жизнь, талантливые дети, эффективный муниципалитет и территория роста, наш район занял 10-е место из 12-ти в своей группе. Первый заместитель, премьер-министр, призвал эффективнее использовать инструменты для улучшения инвестиционного климата в районе. В частности, активизировать работу бизнес-шерифа, предоставлять больше информации о действующих программах в сфере инвестиционной политики района, мерах поддержки инвесторов, реализуемых проектах и планах развития. Башкортостан, традиционный регион, один из сильнейших регионов Российской Федерации, и все мы так считаем, привыкли. Но, тем не менее, если все-таки говорить откровенно и правде в глаза смотреть, не все показатели у нас сегодня находятся на том уровне, который бы мог охотеризовать наш субъект Российской Федерации, что он находится по большинству показателей в первой десятке. Поэтому, скорее всего, если суммировать большинство показателей, мы находимся сегодня где-то в таких крепких середняках. Хорошо или это плохо, но это данность. Ну, наверное, для жителей Башкортостана, а также тех, кто привык считать Башкортостан все-таки регионным лидером, наверное, это не то место, которое мы заслуживаем. Поэтому над этим мы работаем, и предстоит и сегодня как раз обсудить ряд вопросов, направленных на то, чтобы улучшать наше место в целом среди регионов России, ну и, в общем-то, самое главное, улучшать показатели с целью достижения более комфортной жизни для наших граждан. Об итогах социально-экономической деятельности в районе за первое полугодие текущего года рассказал глава администрации района Ильшат Вазегатов. Расходная часть бюджета исполнена на 102% годового плана. По оперативным данным, оборот организации по полному кругу хозяйствующих субъектов за первое полугодие 2020 года составил 3 миллиарда 740 миллионов рублей. Это 117% к аналогичному периоду 2019 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем предприятиям и видам деятельности, включая субъекты малого предпринимательства, составил 2 миллиарда 429 миллионов рублей. Ввод в действии жилых домов в течение первого полугодия 2020 года составил 8 578 квадратных метров или 97,8% к аналогичному периоду 2019 года. При этом на сегодняшний день ввод жилья составил чуть более 14 тысяч квадратных метров и 100% в этом году ввод жилья только за счет индивидуального жилого фонда. Многие квартирные дома в этом году еще не вводили. Маркер жилищной обеспеченности и на улицах на одного жителя приходится 29 квадратных метров жилья. С 2017 года в рамках проектов по формированию комфортной современной городской среды республиканской программы «Башкирские дворики» и «Новый облик» стали приобретать старые дворы и общественные территории. Общий объем привлеченных средств составил 102 миллиона рублей. Руководители министерства ведомств, представители районной администрации, руководители предприятий обсудили также возникшие вопросы пути улучшения экономического развития и уровня жизни. Мы планировали давно поездку в Янаульский район. Насыщенная программа, надо отметить, что очень чисто в районе и в городе Янаули. Это не только подготовлено, видно, что не только подготовлено к нашему визиту, а в целом держатся улицы и дворики в чистоте. Видно, что программа «Башкирские дворики» находится в работе. В прошлом году было три дворика сделаны, в этом году три дворика. И, в общем, продолжает развиваться это направление. Точно не на улице видно по опросам и по общению, что довольны и этой программой, и отношением местных властей к порядку, к чистоте, к наведению, скажем, нового такого санитарного порядка в городе и в районе. Также надо отметить, что руководство Янаульского района старается заручиться поддержкой правительства Республики Башкортостана, в первую очередь по тем направлениям, в котором требуется дополнительная финансовая поддержка и административного ресурса, привлечения новых инвесторов крупных, тепличное хозяйство, например. Понятно, что это должны быть игроки федерального масштаба, и поэтому запланирован ряд переговоров, уже начиная с пятницы в Москве с крупными инвесторами. Уверен, что в этом направлении мы сможем найти совместный выход, и в итоге в Янаульском районе это направление, эти компетенции будут продолжать быть востребованными, и, в общем, добавят объемов и по производству, и по рабочим местам. Что касается других объектов, которые мы посмотрели, и промышленные предприятия, да, здесь требуется тоже региональная поддержка по дополнительным объемам для заполнения производства, для заказов. Тоже над этим договорились отработать уже в ближайшее время. По другим показателям, по другим объектам тоже, в общем, не зря члены правительства приехали, каждый по своему направлению взял на себя вопросы, и Министерство промышленности, и Министерство экономической развитии инвестиционной политики, и, в общем-то, Министерство имущества и земельных отношений, Министерство сельского хозяйства, Госкомитет по промышленности, Министерство промышленности, Госкомитет по транспорту и архитектуре, в общем, по всем направлениям, в общем, все члены правительства взяли себе в работу ряд направлений объектов, Уверен, что в ближайшие 2-3 недели уже первые результаты дадут о себе знать, а так как с нами и министр финансов была, поэтому договорились и с этой точки зрения поддержки бюджета, муниципального бюджета, страны регионального бюджета тоже вопросы будут отработаны. Уверен, что и Новыйский район имеет потенциал по перемещению в зеленую зону по нашему республиканскому рейтингу и это наша общая задача, чтобы каждый муниципалитет достигал лучших результатов и в итоге все жители республики чувствовали улучшение жизни, а предприниматели чувствовали, что инвестиционный климат улучшается с каждым годом и таким образом можно спокойно инвестировать, развивать новые направления. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 30 июля. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришел житель села Максимова, индивидуальный предприниматель Александр Шайсламов. Буквально две недели назад он открыл в Янауле частную ветеринарную клинику для профилактики и лечения домашних питомцев, в основном собаки-кошек. За это время его пациентами стали более 20 четвероногих друзей. Сегодня в клинике он работает только сам, однако в планах нанять персонал, закупить дорогостоящий аппарат для ультразвуковой диагностики и оборудование для лечения зубов. Глава администрации района Ильшат Вазегата выразил мнение, что проект действительно интересный и перспективный. Специалисты отдела предпринимательства предложили возможные пути получения государственной поддержки, в том числе оформление оборудования в лизинг. Идея сама как бы еще во время учебы возникла, что у нас на районе нет частной ветеринарной клиники, надо создавать все это. Далее отучился, проработал немножко, набрался опыта, вот и решил уже самостоятельно работать. И вот открыл клинику и теперь уже работаю. Услуги стерилизации, кастрации, то есть плановых операций и лечения, и конечно же вакцинации, профилактические мероприятия. В связи с урбанизацией, то есть люди переходят в городскую среду, приобретают больше кошек, собак, соответственно они болеют, надо профилактировать, лечить. То есть услуга нужна в плане создать рабочие места и нужны ассистенты, нужны, нужен будет администратор клиники, ассистенты, нужен будет врач, с которым проконсультироваться, обсудить. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане составило 6711 человек. За сутки выявлено 36 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчич Акнурулина. По состоянию на 29 июля в Яновойском районе зарегистрировано 171 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 8 пациентов со средней степени тяжести заболевания получают медицинскую помощь в инфекционном отделении Яновойска ЦРБ. 2 пациента переведены в госпиталь города Нефтекамска. 6 пациентов переведены в республиканские учреждения. 36 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 112 пациентов. Итого на данный момент в районе 52 пациента получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине под наблюдением находятся 78 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 21 семейный очаг, где заболели коронавирусной инфекцией 55 и на улице. Все подразделения Яновойской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в отделении с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. За период с 22 по 29 июля в районе выявлено 25 новых случаев COVID. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к населению с просьбой продолжать соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Носите маски в общественных местах и закрытых помещениях. Сохраняйте социальную дистанцию. Чаще мойте руки с мылом. Будьте здоровы! И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. 31 июля. В Иннауле ожидается облачно с прояснениями ливневый дождь. Ветер западный, юго-западный. 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 14, днем плюс 19, плюс 22. По данным МЧС, в республике ожидается облачно с прояснениями. Ветер южный, юго-западный 2,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 18, днем плюс 20, плюс 24. Нужные деньги? Приходите, мы поможем. Ждем вас по адресу. Город Янаул, улица Худайбердина, дом 3. Напротив магазина Угалина. Телефон 8-987-033-22-18. Денежные займы предоставляются ООО МКК КВД «Деньги людям» ОГРН 114-290-7400-37. Зарегистрированы в реестре МФО 65-140-31-11-0057-37 от 20 мая 2014 года. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5-0402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 5-0402. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Почему диспетчеру МЧС давно не поступали звонки о чрезвычайных ситуациях? Потому что вы внимательны при занятиях экстремальным спортом и во время отдыха на природе. Вы соблюдаете пожарную безопасность на даче и дома. И, конечно, разводите костер в отведенном для этого месте. Помощь спасателей не требуется, если вы соблюдаете технику безопасности. Любите и берегите жизнь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!